Музей Прага Маха обнаженная Уже видны первые две башни Алкасара, посмотрите прямо напротив Вот эти башни, которые вы видите Направляемся прямо в вторую часть города Внизные ворота, которые сохранились Вот эта статуя, она именно самому королю Алкуту VI В момент, когда он вырывается в туалет Я знаю, что уже власть его Потому что, конечно же, идет жестокая битва Там погибает очень много солдат И очень много охраны С одной стороны, Мавританские крепости С другой стороны, сопровождающие охрану самого короля Алкута VI Прямо напротив, левее, мы видим уже весь сам Алкасар Заметьте, что это уже достаточно современное Задание напротив, это башня Центрального собора С правой стороны, мы проезжаем бывшую мечеть Наталья цена Наталья цена Небольшая арена Быков. Они всегда бывают круглые, в американском стиле, вот с такими арками. Это арена XVI века. Даже современные здания, которые мы проезжаем с правой стороны гостиницы, видите, построены в типичном стиле, подходящим к самому Толеду. Лучше американской прописи. Мечеть, потом монастырь, сейчас школа. Ничего себе. Школа монашеская, но это означает, что она принадлежит церкви на обучение обыкновенное, не религиозное. Напротив, перед нами возвышается сам старый город Толеду. Пятневековый город, о котором я только что рассказывала. Вот эти ворота XIII века, готический стиль. Были уже построены, конечно же, католиками. Требнейший вход в этот город. Вот он прямо напротив нас. А прямо рядом, вот эта белая статуя, этот белый монумент, это самому Иисусу VI британской стены на британской крепости X века. Мусаннацин XIII века. Тоже готический стиль. И река Таху, которая оберегает этот натуральный элемент, который оберегал всегда Толеда. На сегодняшний день нам кажется не такой же большой рекой, очень легко ее пересечь. Но когда-то это была действительно опора для того, чтобы до Толеда было очень сложно добраться. Мы встречаем, а не возрастом, потому что сам этот город обосновали римляне. Вот посмотрите, стена, которая спускается вниз, например, уже более круглых форм. Это еще римская стена, римская империя. Чем ниже мы будем видеть строительство к реке, чем ближе, тем они, значит, старше возрастом. Кстати говоря, потом уже, когда наш автобус нас будет забирать, он будет забирать нас отсюда. Но придем сюда мы все вместе. Эту информацию я даю на всякий случай, вдруг кто отдалец от нашей группы. В реках Таху иногда пенится очень странная. Пена иногда бывает желтоватого цвета. Это не натуральная пена. Дело в том, что грязнеет, пачкается сильно река, чтобы ее очистила. Но интересно здесь что? Здесь два уровня вот этих домов. Они по структуре такие же, по территории одинаковые. И владеют, ну, такими же дворами, такой же растительностью. Но те дома, которые на первой линии имеют выход в панорамике на Толеду, они очень дорогие и очень престижными. А те, которые стоят на второй линии, вот сейчас мы проезжаем между ними. Слева дорогие дома. С правой стороны тоже дорогие, но намного дешевле, потому что у них уже нет вот этой обзорной. Загон на город Толеду. Вот, на тот же время она расположен. Да, по-стопил는. Вот, нет, здесь, а где-то не нужно. Только здесь. Ну, я больше, сюда стою… Спасибо. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан-казахстан! Убегу! Добавил субтитры DimaTorzok 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 Поехали! в самом деле, чем даже в самом Сибирском кафедральном соборе. Сама только одна решетка – это огромнейшая драгоценность этого кафедрального собора, потому что она считается самой красивой во всей Испании. Это все ручная работа. Не золото, то, что увидят золотого цвета, это простая краска, которая периодически эти решетки перекрашивает. Что касается алтаря, здесь мы видим абсолютно то же самое, что и уже замечали. Для того, чтобы мы видели все эти фигуры одинакового размера, начинают им делать намного меньше внизу и намного больше они попадут наверху. Таким образом, здесь все видим одинаково. Здесь, вот, знаете, колонок, потому что алтарь разделена на пять частей. Это не колонок, но пять частей. Рассказана жизнь Иисуса Христа и Святой Девы Марии. Жизнь Иисуса Христа с рождения до Его распятия, а жизнь Дева Мария с рождения до Его распятия. Так вот, Дева Мария, как говорится, уже именно с этого момента. С этой стороны на мраморе вырезаны разные кардиналы. Это все католический, который скончался 10 лет раньше, и в Нью. И очень многие к нему очень глупо, потому что говорят, что был одним из самых жестоких ингредиторов в Космайне на самом деле. Вот здесь очень важный элемент именно в Космайне на дереве. И вновь мы встречаемся с тем, что, посмотрите, разделена эта церковь решетками. Вот за решеткой стояли сами клерики. Здесь обычно бывают струли, те же самые скамейки, которые и везде. Дело в том, что когда очень много турец, мы их снимают и уже возвращают на Пасху. Но обычно вот здесь сидели аристократы и самостоятельные. Там уже пел хор, а в Солнце за хор располагалось все остальное население. В этот год мы сможем с вами войти и даже не сможем с вами познакомиться с историей раконтисты гранаты. Потому что все, что касается местного процесса, именно в гранате. И на этот порт, когда она является пасхитивной точкой в Испании, потому что арабы до сих пор говорят, что гранаты не лежат. Испания незаконно взяла ее себе. И, кстати говоря, это небольшая политическая на сегодняшний день опасность в Испании. Вот здесь, на этих первых стульях, рассказан именно эти 25 тысяч. Животное отличает его только творческий момент. Он может творить, он может только создавать себе подобное. Субтитры создавал DimaTorzok. Вот эти стулья были построены с разницей 50 лет. То есть первые, которые вы видите внизу, они были построены в 1500 году, в 16 лет. И через 50 лет достраивается второй ряд стульев, потому что покойники католические религии становятся, скажем так, все больше. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Дима Тorzok. А вот, еще здесь два интересных элемента, это вот этот олёк, который мы видим. Это евангелист, Иоанн. Давайте я подойдем здесь, давайте пробуем сюда. Продолжение следует... 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 Во-первых, первейшее, что мы должны знать всегда, тем более в этот период, 16-17 век, когда Иисус Христос изображается где-нибудь, если уж Он в окружении обыкновенного народа никогда не может находиться ниже уровня, чем этот обыкновенный народ. Он всегда живет должен быть в вас выше. А что мы видим здесь? Мы видим, что абсолютно все выше Него, и Он на самом низком уровне. Это уже сильно не нравится концентральность. Второе, что не нравится и не понимается. Что здесь делают испанские рыцы? Не вписывается ни в период, ни век, ни в эпоху, ни в тему, ни во что. И покровителям всех путешественников. В данном случае и нас тоже. И почему? Всегда его изображали небольшим, потому что Христофор, когда при жизни, еще в этих словах, его все представляли, говорят, легенды рассказывают, что Он помогал тем, которые знали, что не с плохим умыслом хотят дойти до Тулейду, и помогал пересечь Тахас, которая мешала тому, чтобы добраться к городу. А для того, чтобы перейти через такую бурную и сложную территорию, как Никатаху, надо было быть очень большим и очень сильным. Поэтому его всегда рисуют как небольшим. Но, естественно, потом его уже возвращаются к себе. Именно поэтому также он является покровителем путешественником. И небольшая такая легенда рассказывает, что люди, которые действительно верят в Него, а в Него верят очень много людей, прежде чем выезжают в Тулейду.